так ребята всем привет сразу поставили лайк написали комментарий подписались а начать бы я хотел с того что то есть есть вот такая программка и тут мы вот в этой вот строчке мы не создаем и как бы это странно не казалось да обратите внимание на это слово extern она просто говорит о том что есть такая переменная и и для чего это нужно в данном примере но у нас бы просто без этой строчки бы не скомпилировалась потому что компилятор отошел бы до этой строчки он ходит по строчкам если что то он не прыгает туда-сюда ну возможно прыгает но в данном случае вот видите то есть поэтому вот эта строчка она нужна мы просто что есть такая переменная мы позже и инициализируем но потому что мы просто задекларировали что такая переменная кисть вот и все инициализируем ее тут и не забываем что вот эта функция main она конечно вызывается все круто но все что в глобальной зоне видимости вызывается раньше вот так вот люди так что подумайте ну и давайте копну капельку в море вот такое вот объявление то есть я блюда и как интержер 2 как интержер о звездочка как интержер асдс это что имена должны быть адекватные вот компилятор говорит двоечка эта хрень о звездочка это тоже хрень так у меня вопрос к вам вот есть такой код так вот наверное вообще видно шофе да у меня вот вопрос что будет в результате что вообще такое олигназ давайте попробуем это запустить ух ты ж какой шрифт сочный о май гад да 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 извините извините какой же сочный шрифт опа скомпинировалось напоминаю что выглядит так и у меня вопрос что вы видит программка неужели два а неужели что-то другое вау она вывела два почему спросите вы я же сказал онлайн с ман так дело в том что этот оператор он что-то делает он указывает сколько бит залайнить то что мы пишем то есть он лайнит по идее вот вот эту хрень алайнит один бит теперь у меня вопрос почему мы все-таки получили двойку давайте кое-что проверим что интересно что если вы попробуете сделать alignment числа которые не являются степенью двойки у у вас ничего не получится и это не число бит а короче количеством бит надо количество бит или нет это не количество бит это число из которого берется квадратный корень короче это число это какая-то степень вот понятно окей так ну что ему сказать я сделал 128 alignment и мы видим что без alignment тут указатель то есть размер переменной короче размер который выделился под переменную грубо говоря равен 4 но это в шестнадцатеричной системе но тут он по идее намного больше так что да сейчас давайте еще выведем в десятичное чтобы было понятнее вот классно видно очень классно видно прям вот так вот видно то есть разница между вот этим вот числом и вот этим числом а почему это интересно потому что я создаю две переменные создаем alignment и получается по хорошему между ними должно быть расстояние ровно размер одной переменной у нас это переменная напоминает инт но я указал alignment больше чем нужно для инта и в итоге выделилась не 4 байта как обычно бы выделилась потому что если выделилась 4 то тут бы было адрес 632 а тут адрес 752 если мы отнимем получилось 128 бум вы спросите нафига это надо я вам скажу для оптимизации но конкретно 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 мы на этом остановимся с оператором aligns а вы уже сами думаете нужен он вам или нет ладно наверно есть в этом какой-то смысл когда когда компилятор выделяют вам под ваши нужды больше памяти чем вам действительно нужно но вы хотите все-таки выделить столько сколько действительно вам нужно наверно так интересный момент то что если у нас есть структура которая который есть и нет есть был по идее размер этой структуры это опять но по факту это не 58 потому что размер походу не может быть не равняться степени двойки какой поэтому берется большая степень чем пятерка то есть 8 интересно на самом-то деле этот оператор не просто полезный такой еще используется и посмотрите кем тензерфлоу его использует свифт его использует не знал что свифт open-source ный протобав facebook короче ребята я думаю это что-то стоящее так ребята я тут попытался что-то найти и такое впечатление что этот алайн с он принципе не нужен но бывают случаи когда ну то есть лучше его указать на всякий случай потому что возможно это будет не лишним не лишним в каких-то конкретных вещах и тут возможно даже стоит поговорить о ассемблере поэтому возможно да так и вот пример кода использовали вставки по сам вставке использования ассемблера результат 30 теперь что произошло валию 10 валию 20 результат сэмблерная вставка и потом результат 30 То есть, вот эта вот ассемблерная вставка, она, вот этот результат, приравнивает к сумме 11 и 20. Окей, а если 2, 5, 5. Получилось. Окей. Все равно, в принципе, работает. Окей. Давайте посмотрим ближе на ассемблер. Сначала ассемблерной вставки. Потом move value into the EAX register. То есть, value 1. То есть, оно понимает, что вот эта вот единичка, а вот эта вот двоечка. Add value 2 to x. То есть, вот эта вот штука меняется на вот эту вот штуку. EAX это регистр, который мы записали. Add value 2 to EAX. То есть, эта команда добавляет в этот регистр вот это вот число, которое у нас вот это вот. Move the result back to the variable результат. То есть, теперь мы хотим из нашего EAX записать вот сюда вот. Move для этого используем EAX в наш результат. Окей, у меня сразу вопрос, как мы понимаем, что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и вот это, вот это. Сколько они вот в таком вот порядке, то я думаю, от порядка тут не совсем зависит. Output, Operant, Result. Окей. Input, Operant, Value 1 и Value 2. Во, вот это вот уже теперь становится понятно. То есть, вот эта штука отвечает за Output, Operant, да. То есть, то, что на выход поддастся. Вот, вот это вот просто входные данные перечисляются. То есть, вот это первое входное данное, вот это второе. То есть, вот, Clover Register и EAX, а вот это вот не совсем понятно. Окей, ну так, в принципе, плюс-минус. Ну, давайте, наверное, попробуем создать какую-то переменную. Int. Lol равняется минус 7, 7. Так, ну, что я вам хочу сказать. Ну, это круто, да, ну, согласитесь, это круто. Теперь давайте, то есть я создал тут Lol. И, что... Красиво, да. А, и теперь я буду вносить, например, Вместо Вайли 1 возьмем лол. 178. Да, блин, ребята. Реально сработало. Реально. Да, с минусами сработало. Найф. Найф, найф. Ну, теперь два варианта развития. Первый вариант, это что, если попробовать вместо... А тут я не вижу, то есть мы просто указываем идентификатор. Но мы не указываем размер. Да. Что если у меня будет дабл? Ассемблер не поддерживает дабл. Прикольно. Окей, окей. Окей, надо это, ну... Возможно, регистр, который мы используем... Возможно, возможно, и АХ регистр не предназначен для дабла. Так, и смотрите, небольшой апдейт. Можно вот в эту вот ассемблённую ставку передать поинтер, то есть поэта-поинтер. Но когда вы хотите его мовнуть, то надо его просто указать в круглых скобочках. В принципе, похоже, любая операция с поинтерами внутри этого включает вот такую вот семантику move и addl, ну, короче, добавляем везде скобочки. Интересно. Ладно, давайте вернёмся к дабл все-таки. Ну и про работу с указателями всё-таки чуть-чуть. То есть если мы хотим передать, например, указатель, который указывает, ну, например, на массив, неважно, да? То, чтобы вывести первый элемент, мы можем просто взять вот этот указатель в скобочке, да? Ну, это логично. Чтобы указать, например, второй элемент, то мы вот тут перед вот этим вот поинтером, да, разоменованным, пишем 4, потому что, ну, через 4 байта находится двоечка. К сожалению, получать доступ к массиву через, опять же, таки, регистр, походу, нельзя. Это странно. Ну, как странно, ну, окей, это. Так, ну, и, как ни странно, для даблов есть решение. Вы готовы? Окей. Вот оно. То есть вот мы define'em double'ы. Потом, как и в прошлый раз, но только тогда мы писали... Ну, давайте вернёмся. Ну, короче, ладно. Мы писали равно R, если помните, а тут равно R. Output Operant Result. Окей, то есть если я попробую написать R, как в прошлый раз, то... Вот. Да. Восьмая строчка. Окей. То есть надо писать N для дабла. Окей. Окей. Так, тут мы точно так же пишем дабловые... Дабловые... Давайте проверим. А если будет R... Оно сработало, но... Надо будет какую-то водичку налить, если я... А... А вот люди, ты пить и купал. Это сработало, но... То есть... Потому что мы не использовались вместе с ним. Команда. Он у тебя раппинально грязная и булочка. Так, ну интересно-интересно. Но мы, наверное, просто... Не использовали что-то. Ну, короче, ладно. M такая, в принципе. Это, наверное, даже и не принципиально. Результат... Это... Клоберт Регистер. Вот это интересно. С-тек. Кстати, вообще, что такое Клоберт Регистер? Интересно. Но, скорее всего, это регистры, которые... А чего ты... Так, ну, короче, тут мы указывали EX. Сейчас мы кузове ST. FPU-стек называется. Значит, входные параметры, выходной параметр. Потому что Lose нам 1 to FPU-стек. То есть, просто загрузили в стек сначала этот, потом этот. Потом вот эта вот операция по ходу. Она суммирует два последних. И добавляет... Тоже результат в стек. А вот эта вот... FTPL, она берет... Из стека вверх. Короче, у нас постоянно накидывается... Сначала тут накинут. Тут, тут, тут. Ну, тут взяли. А тут мы накинули сумму предыдущих двух. Ну, окей, окей. Ну, давайте проверим. Давайте проверим немножко. Давайте, например, скажем, что мы... Скажем, скажем... Скажем, что закомментирует этот. И мы, получается, что этим сделали. Сказали, наверное... Два-серандулю. Не знаю. Работают... Комментирует. Вот. Вот. 2,71. Первый у нас это, что это? Вот этот вот. Да. Второй вот этот. Соответственно, мы накинули 3, потом 2. Соответственно, взяли сверху... Взяли сверху двоечку. Хорошо. А вот эта вот штучка, она добавляет 3,2. И что? То есть, она добавляет 3,2. Закидывает результат вверх. То есть, у нас вверху 5. А перед пятеркой двойка. Поэтому, если мы еще раз здесь сделаем вот так, то возможно, мы получим 7. Ха-ха! Что? О, май гад! Что это за стресс? Окей. Ну, я сделал, чтобы она получилась. Как я это сделал? Я после того, как мы добавили вот эти 2, я добавил еще раз в двойку. Так что, может быть, когда вот после вот этих двух добавили, то в стеке, ну, лежит уже не вот эти вот 2, а только один, только их сумма. Потом я добавляю двойку, соответственно, добавляю. В стеке, походу, снова лежит только сумма вот этих двух. И потом я беру со стека. Окей. А что будет, если я 2 раза возьму со стека? Мне кстати понравилось, что нота нам ворвилась. Вот, вот, минус нано, там все, что за трэш? Разве может быть число минус нано? Так, вообще как. Это очень странно. Ну, гроешь, странно-не странно, но, короче, когда мы, походу, берем вот со стека вот тут, то все, то есть стек у нас пустой получается. Получается так. Ну, окей, если бы мы сделали вот так вот, все ли бы со стека два раза, то, наверное, получили бы тройку. Окей. Окей, я думаю, плюс-минус понятно. Окей, окей, с этим понятно. А теперь вопрос. Я хочу дабл с синтом. Окей. Скорее всего, для этого надо будет использовать все-таки этот же стек, правильно? Давайте туда. Окей, получился какой-то трэш, но, возможно, это из-за того, что все-таки надо вот тут R. Вот, а, кстати, вот так вот перевести нам два, которые интержер в дабл, у меня не получилось, потому что параметры, которые ты подаешь, должны быть адрес R. То есть это не может быть R. Прикольно, да, ребята? Вот этот трэш, конечно. Окей, вот этот код обещают добавить float-int, что у нас должно 8.14. Получится. Да, нифига. Окей, ладно. То есть мы поняли, в принципе, что такое ассамберная вставка, в принципе, что там есть обычные регистры специально для float-регистров. Также про поинтеры там поговорили. У меня вот остался еще один вопрос про регистры. То есть мы использовали EAX, да? А какие еще есть регистры и вообще нафига? Ну, типа, если у нас есть один регистр, зачем нам еще регистры? Какая в этом разница? Не, ну хотя ладно, может быть у нас много переменных, если бы мы были в ассемблере. Но, по крайней мере, в плюсах мы можем просто вот тут вот передавать вот эти штуки. Они будут храниться не в регистрах, а вот в этих вот один, два и так далее. Ну, наверное, они бесконечные. Окей, а что насчет вот такого вот кода? Мы просто записываем регистр EAX в результат. Что будет? Как вы думаете? Раз, два, три. Че? Окей, не знаю почему, но меня потребовали, чтобы я обязательно запроводил аргумент. Ну и ладно. Так, короче, в чем прикол, смотрите. Оно выдает какие-то рандомные значения. Блин, это кайфово, да? Это нам дает понимание того, что блин, а мы можем свой рандом написать, который будет просто врать из регистра значения. Да. Ну, короче, это, по крайней мере, нам дает понимание того, что в регистрах регистрами пользуемся не только мы. Ну и то, что регистр не очищается. Ну, блин, я просто что думал? Я вот думал про вот эту строчку. Типа, нафига она вообще. Я думал, что она как раз таки не очищает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, что происходит? То есть, вот это вот E-A-X. То есть, вот эта вот штука говорит не очищай. Прикол. Окей. Окей, мне нравится. Окей, да. Ну, понятно. Окей, разобрались. Так, ну хорошо. Но не разобрались еще с тем, что нафига другие регистры. Вот здесь, например, E-B-X. О, результат еще такой же. Еще, я так понял, есть E-C-X и E-D-X. И то же самое с ними. Ладно, короче, в принципе, да, с регистрами можно побаловаться. Я вам просто скажу, что их дофига. есть индексные регистры, есть бейс-пойнтер и стэк-пойнтер. Есть сегментные регистры. И это все для 32-битной архитектуры. Для 64-битной есть свои регистры. Там дополнительные есть регистры. Есть там симпт и флоутинг-пойнт регистры. То есть, я так понимаю. О, Single Instruction, Multiple Data. Вот это, да. Single Instruction. О, окей. Single, да, да, да. Да, это прикольно. Это реально прикольно. То есть, для этого, короче, ну, короче, вот все это началось вообще с того, что мы узнали про оператора AlignAs. Окей. Окей, в принципе, пойдет. Так, ну, следующее, следующее слово AlignOf, оно, похоже, вообще неинтересное. Оно просто обозначает, да, то есть мы просто, в прошлом мы, в предыдущем мы получали, мы сетили Align, да, тут мы его получаем. Так, ну, давайте еще для чистого интереса. StdString. Окей, мне нравится. StdString AlignOf8. Это же восхитительно. Так, ну, ладно, окей, скажу туда пару слов про Auto. Auto это очень просто. Ну, то есть, это прям очень просто. То есть, можно даже тут Auto и вот это вот будет ошибка, потому что непонятно, что. А если вот так вот, окей, это не ошибка. Вот и все про Auto. окей, ладно, следующее у нас DeclType, но я вам кое-что не договорил. Вот, DeclType, и load, но это же без работа. Отлично. Почему это работает? Потому что, во-первых, да, кстати, это все работает в компиляции, да, то есть, это не без запуска. И так все подставляется. Auto подставляется от Int, DeclType, и берет от E, понимает, что он Int, соответственно, нам подставляет Int. но про Auto я вам не рассказал. И про Auto лучше рассказать через template. То есть, смотрите, у нас есть непонятно что. Потом у нас есть еще непонятно что. И у нас вот эта вот функция Auto. Давайте попробуем вот так DeclType сначала. То есть, эта функция будет возвращать и X плюс Y. Ну, да, она, наверное, все-таки возьмет X. Наверное, не получится, да? Так не получится. Да, наверное. Да, то есть, она возьмет X плюс Y, но тут проблема, мы же не знаем, что это еще такое. Поэтому мы ставим Auto. тут мы говорим, что она принимает X и Y. И вот после этого мы уже можем сказать, что она возвращает DeclType X, потому что мы уже знаем, что это такое плюс Y. Ну, и действительно возвращаем X плюс Y. не обманули. Окей. Оно-то скомпилируется, оно-то скомпилируется, но если мы не используем эту функцию, то оно вообще этот код не будет трогать. Даже если мы напишем вот такую вот штуку, оно скомпилируется. Окей, оно не скомпилируется. А если вот так вот. Окей, ладно. Ну, в любом случае давайте попробуем эту функцию. То есть передаем SDC Out, передаем эту функцию, передаем 1, 2, 3, 2, 3. Ага, да, работает. Вот, собственно говоря, это ProDeclType и Auto. Окей, сейчас мы немного отвлечемся и развлечемся. Возможно, вы знакомы с языком Python, который импортит модули. Так вот, оказывается, в плюсах 20-й версии есть такая возможность и она очень простая. Давайте скажем модуль CPP и напишем тут Export Module Модуль Модуль Окей, теперь сделаем Export Void. Ну, какая-нибудь функция, которая будет выводить на экран. И будет она выводить, как вы понимаете. Привет! Отлично. 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 Конечно же, это не скомпилируется. Он не скомпилируется из-за того, что вау, вау, кейворд и экспорт из Deprecated. Вот это вот, ребята, интересно. Теперь у меня вопрос. Если я укажу двадцатую версию, что произойдет? Вот это хороший вопрос. Да, ребята, тут, короче, такая тема с экспортом. До двадцатого, короче, до двадцатой версии плюсов, он, короче, его никто не использовал. Вот, поэтому, поэтому, да, поэтому сейчас мы попробуем подключить двадцатые плюсы. Да, то есть, версию языка просто вот так вот делаете стнд равно си плюс 20 из enabled with f modus. Окей, давайте напишем fmodus 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 tms так, 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 все, все, отлично сработало. Теперь просто добавим, что все-то делаем. не знаю, где это надо делать, и острим. Окей, only permitted as first, окей, хорошо, то есть, все-таки надо так, вау, окей, интересно, модуль declaration as first declaration, так, ребята, я предлагаю уже заканчивать, значит, так, что у нас, не ам... can't declare in a different model. Интересно, интересно. Так, короче, походу, походу, нет, то есть, короче, модули с инклюзивами походу, вообще не дружат хотя это супер странно поэтому напишем просто откроется простенький пример ну хотя блин если честно это странно окей наверное надо компирировать вместе с оборот фг да и тут мы будем что делать что 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 мы будем импортировать модуль там просто так да инфортируется ну давайте даже так поставить окей теперь g++ модуль cpp потом main cpp оно скомпилировалось и оно даже работает окей сейчас мы познакомились с модерами окей ребята давайте туда так походу все-таки есть возможность сейчас мы ее заэксплойтим окей горы соу looks like we have two files and model stuff we have the export model we have y xx file right so in this file we have the statement export model and module name and the functions that this model provides so it will provide only f and basically it will be void okay okay you see model y xx okay and in module for example for example cpp we will say that this model is this model so this model cpp will implement actually this function okay so i will say void i will do it in source and i will say stdc out i will use my native language so i will use my native language so i will use my native language so i will use my native language okay let's see let's see uh yeah we have also main right main and this main will actually just invoke this function okay let's test okay where's our g plus plus module cpp main cpp and module i xx okay okay we have um error okay okay so includes in class okay i see i see one sec okay guys it's very fun but it looks like this model stuff is creating this gcm folder with um compiled or some sort of that model so i will delete it and now i will compile again okay nice failed to read compact no such file or directory okay why okay guys so let's continue you can see that i have perfect haircut okay i'll let you see it perfectly you know it's very cool like for this hat haircut okay and it seems like i did um i did i did it you know okay i'll make it a little bit bigger okay okay so so yeah um okay okay um yeah so first um we create some more module 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 okay so let's see okay this is a module um i don't know uh i just call it uh a cppm okay so a name of the model uh here i am creating this more i basically say that this is file is like is declaring uh this model a also a and here i am stating what i am exporting as part of this model so it will be accessible for someone who imports this model here i say that i'm exporting i and also i am putting a number here okay uh okay and basically that's all and after that we want to compile this modem uh module file and how we do this okay i will i think i put my um myself here um um yeah so for this we will use a command um first of all we will use clang okay i will search and search yeah 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 man yeah so first of all we will use clang uh because i found it uh uh it i mean probably you can use it with i mean it doesn't matter i mean i'm just uh showing you okay so this is just a proof of concept so i'm not so i'm not i'm not going to say about all the compilers and all that stuff you know i'm not the professional with this field so uh nor are you okay uh so yeah this command uh will pre-compile our files that i showed you right now um yeah basically that's all and after that it will uh create this file i mean it's binary but it's basically compiled um compiled module okay um yeah and that's cool after that we basically have our example uh main cpp which you cannot see um so yeah this one so basically we are importing our module module and basically we use here uh stuff from our model so as you remember i created i created i so yeah i use this i in in my code so i import this model and i use this i so yeah that's cool you know okay so how we compile our main okay so yeah we use this um basically what it does c length uh c plus plus 20 f modules f module file our module file uh which we generated uh also we pass it here uh we pass of course our main cpp and we also add this std leap leap c plus plus i will not explain this command just it works okay so yeah i compile it and of course i generated the executable and if i will launch it it will not do anything but if you remember i am returning i and i is one so that means that this if i do this okay i see here once so basically it works guys so yeah that is the proof of concept of models in c plus plus 20 great job guys i'm really proud of you man yeah so you can check out my haircut again okay okay i will not dive deep in this topic because i'm not really interested about it i don't see any i mean we touched models okay we made it work so i mean the rest of the work like adding some really uh like including uh evo stream to our module um separating uh model into um header some sort of header i mean some sort of files that declare stuff and actual implementation i will not touch this i mean you can touch this i mean write touches and write in the comments what have you done okay so yeah and that's all i mean for this video that's all right so hope you enjoyed uh put likes put dislikes put comments uh publish this video in hot places where there is a lot of people and just to make it roll you know just to make more views and that's all yeah so yeah have a great day guys bye i will continue to record next video okay we have a lot of work you yeah bye guys bye guys